Приморские каратисты завоевали медали чемпионата и первенства мира. Грандиозное мероприятие в разделе карате Киокушинкай состоялось в Японии. Там спортсмены боролись за награды в двух дисциплинах – ката и кумите. На 11 татами одновременно соревновались 1600 бойцов со всего мира. В турнире приняли участие и приморские каратисты, которые по итогам соревнований завоевали 7 наград различного достоинства. Среди молодых спортсменов сразу пятеро человек взяли бронзовую награду. Это уроженцы Владивостока Артем Соловьев, Кирилл Степаненко, Эдуард Скачилов, Вероника Тедеева и Александр Голубцов. А вот золотой и серебряной медалью отметились ветераны в возрастной категории 40-44 года. Там Егиша Демирчан стал первым, а Таштимир Тилаев – вторым. Спартак Приморья сразится за бронзовые медали Суперлиги. У нашей команды определился соперник в борьбе за третье место. Им станет баскетбольный клуб «Новосибирск». Напомню, что в полуфинале «Спартак» проиграл университету Югра с общим счетом 1-3 и вылетел из борьбы за чемпионство. Стоит отметить, что следующий противник Приморцев – обладатель Кубка России этого года. Вдобавок, Новосибирск является победителем регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги. В этом сезоне путь к победе сибирикам перекрыл баскетбольный клуб «Иркут». Борьба за третье место между «Спартаком» и «Новосибирском» пройдет в том же формате до трех побед. И начнется противостояние для нашей команды на выезде 22 и 23 апреля. Пейнтболисты Владивостока разыграют первые награды сезона. Открытый чемпионат города по этому необычному виду спорта пройдет 22 и 23 апреля. В соревнованиях примут участие спортсмены двух дивизионов – D1 и D4, иначе говоря, профессионалы и новички соответственно. В составе команд предусмотрено пять полевых игроков и до трех запасных. Возраст участников не моложе 2003 года рождения. Формат поля представит из себя площадку с объемными фигурами из фанеры. За десять минут игрового времени пейнтболистам нужно будет заработать как можно больше очков. Судейство, к слову, на таких мероприятиях производится согласно действующим правилам Российской Федерации Пейнтбола. Заявки на чемпионат уже подали семь команд, среди которых есть и такие именитые коллективы, как «Белые волки», «Восточный фронт» и другие. Открытие соревнований пройдет 22 апреля в 10.00. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.